Сообщения о задержании украинских судов в Азовском море появились в апреле, незадолго до открытия Крымского моста. Россия останавливала суда для проверки, когда те шли в порты Бердянской и Мариуполя или возвращались оттуда. И это несмотря на договор 2003 года. Согласно ему, Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины. То есть суда под этими флагами могут свободно ходить в этих водах. Но с июля по сентябрь 2018 в акватории Азовского моря появилось 18 российских военных кораблей. За это время, по данным украинских властей, были остановлены более 200 судов, в том числе из Евросоюза. Время задержания составляло до недели и приносило существенные убытки портам. Крымский мост Россия частично открыла в мае. Тогда же Украинское министерство инфраструктуры оценило убытки страны от строительства моста в полмиллиарда гривен или 19 миллионов долларов. Из-за моста через пролив в Азовское море теперь не могут войти крупнотоннажные суда. Европарламент подсчитал, прежде на них приходилось 20% местного грузопотока. В октябре главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко объявил, Украина скоро построит военную базу на Азовском море, чтобы, цитата, «противостоять растущей угрозе со стороны России». Но дело не только в задержанных судах. Тот же Европарламент осуждает добычу России нефти и газа на Крымском шельфе. Украина считает это кражей ее ресурсов и подает иски в международные инстанции, например, в Международный суд ООН в Гааге. Россия, в свою очередь, настаивает. Она имеет право досматривать суда в своих водах, а еще борется с терроризмом и нелегальной миграцией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова